В этой церкви крестили маленького Фёдора. Здесь, в Богоявленском соборе, сегодня прошло торжественное богослужение. Такая вот гордость нашего города, гордость нашей страны, гордость всего мира. И поэтому я прям чувствую, что у меня есть такое желание почтить память этого великого человека. Только когда поминают усопших в таких храмах, это какой-то покой, может быть, там им. После богослужения все идут на улицу Баумана. Здесь установлен первый в мире памятник Шаляпину. Он запечатлен в граните. Все несут сюда цветы и читают стихи о великом басе. Во-первых, наш земляк. Во-вторых, гражданин мира. И самый лучший бас всех времен и народов. Величайший актер среди певцов. Говорили о Шаляпине. С его приходом мир узнал. В опере можно не просто петь, еще и играть. В Казани он прожил 17 лет. После покорил Большой театр, Мариинский, дальше Европу. Живой памятник Шаляпинский фестиваль, который каждый год бьет рекорды. 145 лет прошло, а он обогревает наши души по всему миру. Это же нужно обладать какой? Энергией, энергетикой. В Казани мест, связанных с легендарным именем, около 50 пешеходных экскурсий особо популярны среди туристов. Я всегда показываю дом, где был флигель, где во дворе, где Шаляпин родился. Обязательно. Особенно, когда провожу экскурсию в Казань литературную. Сегодня ровно 145 лет со дня рождения артиста. Фестиваль традиционно отметит его оперой Борис Годунов, в которой певец исполнял целых три партии. Анна Городова, Рина Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова